Уже 7 лет за рулем и не легкового автомобиля, а большого автобуса. К управлению таким транспортом привыкла, говорит Елена. А вот с пассажирами бывает непросто. С людьми же сложновато все равно работать, потому что все со своим характером, со своими проблемами. И поэтому по-разному, ну как бы в основном нет. Сейчас уже в Одинцово меня уже все знают, поэтому некоторые в обуви на остановках стоят, ждут именно когда я подъеду. Я говорю, если летом, хорошо ждите, но зимой не стоит. Перед выходом в рейс машина должна быть чистой и полностью исправной. Каждое утро водителя начинается одинаково. Идет в диспетчерскую, получает путевой лист, проходит медосмотр, готовит автобус к выпуску, смотрит у механика, смотрит были ли заявки, машина может за ночь не готова быть, сломаться. Но эту информацию уже вводит диспетчер, она сразу меняет машину. В 23-м году перевозчику МОСТ «Трансавто» было передано 29 новых автобусов разного класса. Сейчас на базе их 300, ежедневно выходят в рейс 241. И это только в Одинцово. Андрей Иванов осмотрел автобусный парк, встретился с водителями предприятия. Нехватка парковочных мест, как для личного транспорта, так и для автобусов – одна из основных проблем. «Автобусу 30, наверное». «Если мы их отсюда вытащим, сильно разбудится?» «Ну, конечно. И 50, и еще под эту минутку снег вычистим, как говорится, это все. И у меня ребятки спокойно, они все будут продаваться». Обсудили организацию столовой, предоставление жилья для иногородних, а также необходимость создания служебных маршрутов для сотрудников. Нехватка кадров по-прежнему – одна из актуальных проблем. На работу приглашаются водители, слесари по ремонту автомобилей и диспетчеры. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова